Патенты становятся популярнее. В прошлом году патентную систему налогообложения стали использовать на 60 с лишним процентов больше предпринимателей, чем в 2015-м. Доступна такая форма платы сборов только индивидуальным предпринимателям, у которых работают не больше 15 сотрудников. Выдают патенты на срок от 1 до 12 месяцев, что особенно удобно, если бизнес имеет сезонный характер. Отсутствует обязанность представлять отчетность по данному спецрежиму, а значит необходимость исполнять декларацию и посещать налоговые инспекции. То есть нужно посетить ее только один раз при получении патента и затем своевременно уплатить налог. Заранее известна сумма налога о способах сделать жизнь предпринимателей проще, а качество предоставляемых ими услуг для жителей города лучше, говорили на Совете по развитию предпринимательства в городской администрации. Совет собрался в обновленном составе. Кроме новых представителей бизнеса, в него вошли общественники. Повестки и актуальные темы – энергосбережение и борьба с незаконным оборотом промышленной продукции и сбор налогов. Мы должны с вами тоже подумать о том, как простимулировать предпринимателя для того, чтобы налоги оплачивались в полном объеме, чтобы переходили предприниматели на более современные, совершенные, прогрессивные формы уплаты налогов. Это тоже крайне важно для развития города. С этих налогов развивается инфраструктура города, и нам крайне важно об этом вместе думать, чтобы состав этого совета принял такие революционные решения, которые позволят наш город вывести в лидирующие города нашей страны по отношению к малому и среднему предпринимательству. Дополнительные задачи на работу совета накладывает и предстоящий чемпионат мира по футболу. В частности, вопрос производства сувенирной продукции. Здесь власти готовы способствовать предпринимателям. В предоставлении мест для торговли, но и сами бизнесмены должны показать класс и по качеству сувениров, и по ассортименту. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.